перекрыл отверстие с резьбой под шток и запрессовал резинку то есть все красиво чуденько получилось и плюс еще запрессовал как мы можем видеть соленблок под амортизатор есть такое дело осталось запрессовать вот сюда соленблок крепление двигателя и на второй части картера и все будет уже немножко продвигаться работа еще плохо то что у меня камера тупи телефон вернее так ребята столкнулся с такой проблемой подшипник с таким хорошим усилием не садится на шейку коленвала навал вернее навал не садится забивать его нельзя так как можно есть вероятность нарушить центрацию самих шеек пишите в комментариях что можно сделать это придумал уже что я буду делать напишите в комментариях как можно это дело все обмануть чтобы надеть подшипник на коленвал при этом не повредить ничего ну сейчас буду устанавливать подшипник на коленвал с одной со второй стороны буду устанавливать предварительно помою здесь полость грязную и буду устанавливать конечно такая смазка на подшипники заводская ну ничего сейчас будем это все дело обманывать другими способами запрессовал саленблоки с одной со второй стороны все красиво хорошо туговато зашло так как скутера мне поступает не так сильно часто ничего не придумал не выдумывал нашел уйму гаек болт шайбочка под размер это куда-то что-то тулил еще через некогда варил трубка такая таким образом запрессовал на свое место все буду устанавливать подшипники на коленвал так двигатель собрал к одной кучи все крутится так что никаких проблем нету сальники упрессовал коленвал теперь буду устанавливать уже какую-то одну сторону буду делать поставлю сразу вариатор поставим сюда ролики и будем дальше собирать в принципе самое сложное было установить подшипники на коленвал чтобы не было ни перекоса нигде не закусила это в принципе самое сложное все остальное в принципе как говорится мелочи жизни так но это шайба здесь и стояла при насколько я помню только не помню каким образом она стояла таким или таким это наверное уже кто-то выдумывал так это уже интересно не хочет ходить здесь здесь аналогичная ситуация соберу вариатор кучи закрою крышку и тогда буду уже заниматься самой поршневой так ребята дело осталось за малым поставить поршневую со стороны кикстартера все собрано масляный насос поставил бэндекс был забыл поставить но ничего выкрутил наживил всего лишь два болта выкрутил установил бэндекс стартер подключил генератор обмотку осталось дело всего лишь на всего за малым установить поршневую так как я сегодня все посадил на герметик частности картер так как на нем не предусмотрена прокладка только герметик вот видим все крутится все хорошо все работает никаких проблем нету дам герметику подостыть сегодня уже заводить не буду завтра на работу так что буду доберусь к нему надеюсь завтра после работы если сильно не устану небольшое пояснение мало ли кто-то столкнется с такой ситуацией что на поршне не будет стрелочки в принципе как и на этом поршне нету стрелочки да да но на этом поршне есть надпись надпись если так смотреть и x вот но если нет надписи не забываем солдатики должны стоять в сторону карбюратора чтобы не поставили в обратном положении в данной конструкции как понять с какой стороны карбюратор с какой стороны выхлопная всего лишь на всего смотрим на цилиндра то есть на саму цилиндр вот видим у нас выход идет для выхлопной трубы колено устанавливается она у нас так как видно да как идет коллектор пускной сторону то есть устанавливается это дело таким образом выходит отсюда колено под низ и уходит к заднему колесу то есть получается вот у нас у нас поршень без стрелочки да да выхлоп идет на эту сторону значит солдатиками ставим противоположную сторону то есть получается у нас вот эта надпись я x будет смотреть именно в сторону выхлопа а сами солдатики сейчас переключу поршень будут смотреть в сторону колеса то есть вот таким вот образом вот у нас бабушки куда будет устанавливаться палец что вот такие вот дела мало ли кому-то на заметку все осталось только поставить прокладку так как с данной поршневой шли все прокладки между головкой цилиндр и и естественно меж цилиндр и картером то есть вот все это мы протрем все это я протру насухо герметиком тоненьким слоем намажу и буду устанавливать когда соберу включусь так пока поставил поршень колечко сепаратор пальчик все на место поставил мало ли кто столкнется с такой ситуации что купил поршневую все в комплекте кольца палец и штопорные кольца прокладки там подобные но столкнется какой-то крючок надо я сейчас залезу на стол не надо залазить на стол покажи пальчиком какой тебе нужен ты не понимаешь какой давай я буду показывать пальчиком вот этот вот этот вот этот вот этот даже двойной так зацепился а а да держи все слезай а почему давай я тебя сниму он даже не колючий не не так ну сынок отойди я сейчас объясню мало ли кто-то столкнется с такой ситуацией что будет будет устанавливать кольца на поршень и одно кольцо не будет садиться на свое место не спешите паниковать нижнее компрессионное кольцо толще верхнее компрессионное кольцо оно тоньше что заранее не паниковали не садиться в верхней если попали на толсток толстая кольцо если не садиться опускать его в нижний нижнее гнездо и тогда оно у вас все сядет даже если так визуально посмотреть видно что нижнее кольцо оно толще нежели верхнее так что небольшое такое объяснение все буду устанавливать цилиндру все стоит цилиндра поршневая установлена все на своих местах никаких все на своих местах никаких проблем с установкой самой поршневой конечно была проблема намучился я с подшипниками коленвала пока это все дело установил бить забивать нельзя прижимать самой крышкой картера самым картером прижимать нельзя все это нужно было дело запрессовать намучился конечно очень сильно так что такие дела ну в принципе все двигатель собран все установлено только будет видно так видно да все на своих местах все вращается все вращается красивенько только не пойму а это отливка такая ну видно сразу камера не передает но я вижу уже что сама гильза ну как то так все отлично все хорошо осталось только дело за малым поставить на двигатель поставить на раму двигатель и заводить посмотреть посмотреть как он будет со стартера сразу заведется или нет это дело мы уже посмотрим завтра так как повторюсь еще раз герметик еще не застыл чтоб не было вероятности прорыва газов газов от давления чтоб не выдавило герметик потому что лишняя работа как бы не хотелось бы заново все это дело скрывать разбирать особенно где колено ну все двигатель собран кому было полезно интересно кому были полезны мои советы лайки ставим на канал подписываемся репостим видео делимся видео не забываем ставить на колокольчик чтоб не пропустить новый выпуск но вам желаю спокойной ночи пока пока